Дай почитать. Девятый год был заключен под стражу и обвинен в мошенничестве. Главного героя именует так же, как и автора, Андрей Рубанов. Он приехал из сельской местности в Москву, поступил в МГУ, на ЖУФАК, но СССР резко прекратил свое существование. А в дикие 90-е все пытались делать деньги. Вот и Андрею Рубанову захотелось материального благополучия. Его втягивает в преступные махинации Михаил. Делает его председателем в подпольном банке, то есть ответственным за все финансовые преступления. И вот 27-летнего героя сажают в тюрьму. Вначале в Лефортово, а затем в Матросскую тишину. По описанию, это разные по тюремному быту и правилам места. И очень тяжелое описание быта, порядков этого ада на земле. Для писателя Рубанова тюрьма – это серьезные испытания, проверяющие человека на прочность. Главный герой сумел найти истинные ценности жизни благодаря пережитому опыту. Да, эта книга не только о тюрьмах, тюремных нравах, хищении бюджетных средств в особо крупном размере, но и о том, как сохранить себя, не потерять своей сущности, не сломаться. Как остаться человек? Любопытно, что заранее было договорено со старшим компаньоном Михаилом. Младший берет вину на себя, а старший тем временем порешает вопросы. И максимум через месяц Рубанов и сам выйдет из тюрьмы на свободу. Но все складывается не так. Старший со всеми деньгами исчезает. Да, скажем мы, ход совсем не новый, но от этого не становится менее поучительным и трагичным. Очень рельефно описаны персонажи, как заключенных, так и силовиков. Следователь Хватов, майор Свинец, Слава КПСС, Фрол. Любопытно, что писатель так определил суть книги. Я написал книгу о том, что я себя переоценил. И еще о том, что ни от чего никогда не надо зарекаться. Наблюдая за арестантом Андреем, как-никак три года в тюрьме, так и не понимаешь, кому легче жить, узнику или свободному человеку. Вот такие они, современные герои. Сажайте, и вырастет 18+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенское, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать! Продолжение следует...